Добрый день! Мы находимся на этой неделе в главе Рея. Начинается наша глава известными словами «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете исполнять заповеди Бога вашего Всесильного, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не будете исполнять заповеди Бога Всесильного вашего и сойдете с пути, который я заповедую вам сегодня». Смотри, говорит Тора, но какое отношение имеет зрение, в буквальном, привычном значении этого слова, к моральному выбору? Глазами не отличишь добра от зла, не отличишь проклятия от благословения. Да, люди говорят, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Визуальная информация считается наиболее достоверной и точной. Нет лучшего инструмента в познании материального мира, нежели зрения. Но духовное, духовный мир скрыт от глаз человека. Глазами не увидишь, что хорошо, что плохо, не отличишь добро от того, что несет тебе вред. Как тогда понять повеление Торы «Смотри» в книге «Север Хааридим», написанной в 1601 году, и содержащей подробное систематизированное изложение заповедей Раби Элезер Аскари, принадлежащей в кругу учеников величайшего каббалиста Раби Мошея Беньякова Кардавера, он пишет, «Говорят мудрецы, Всевышний облачен в одеяния из света. Разумеется, не человек он, и нет у него ни плоти, ни образа, ни вида, ни одеяний. Но так же, как глаза плоти наши видят одеяние, которое облечен ближний наш, так и глаза Духа нашего видят во Всевышнем внешнее его облачение. И в принципе, даже в тончайшей из тонких идей, в незримом, в мире Духа, есть множество одеяний. Каббала учит, что, например, одеянием человека в духовных мирах являются мысль, речь и действия. Облачением Всевышнего являются его проявления в нашем нижнем мире. Сначала мы видим самые явные, грубые проявления, а задача увидеть все более и более тонкие. Так же, как в материальном мире, так и в духовном, есть оболочки и так же кожура и скорлупа. Каббала называет их клепот. Так же, как и в материальном мире кожура скрывает вкусный плод, так и в духовном мире духовная скорлупа скрывает смысл и суть. И пробиться к ней очень непросто. В отличие от животного, человек рождается зрячим. Но ребенок видит одно, а взрослый совсем иное. Образы, разумеется, остаются теми же. Но глаз учится различать подробности и нюансы, цвета, распознавать положение предметов в пространстве, в перспективе. Все это происходит с ростом ребенка и прогрессом зрения. Так и в глаза духа нашего, глаза души, которые вглядываются в незримое, не одинаково слушат мудрецу, пророку или просто простолюдину. Глядя на одно и то же, они видят разное. Для каждого Всевышний скрыт и непостижим, но от одних он скрывает множество одеяний, другими же открывается все в большей и в большей степени. Ребенок рождается зрячим, но всю жизнь он будет учиться искусству видеть. Кто знает, научится ли в достаточной мере. Духовное зрение нуждается в развитии, иначе человек рискует навсегда остаться ребенком, так и не разглядев истинный мир духа. Путь к улучшению зрения указывает Зор. Базовая книга Кабалы. Человеку, которому не хватает света, советует Раби Шиман Барьюхай, следует учить Тору. Тора по-арамейски, а на этом языке написан Зор, она называется Орайта, от слова Ор, свет. Учиться дело нелегкое, особенно для взрослых, поэтому иногда так хочется сказать. Ничего, можно прожить и без этого знания. Можно остаться евреем и жить полной жизнью, как все вокруг живут. Не всем же быть раввинами. Но вернемся к началу главы. И прочем снова слова Маше. Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Раскрыть глаза и смотреть – это не благое пожелание, не советы, даже не просьба. Это повеление, это заповедь. Всевышний устами своего пророка требует – не будь слеп, не будь невежден, научись отличать добро от зла, научись видеть разницу между благословением и проклятием, увидь, чем отличается духовная смерть от жизни. А продолжение заповеди «Избери жизнь», которая будет звучать через несколько глав в главе Ницавим, оно обращено к тем, в первую очередь, кто уже сбросил пелену с глаз духа, к тем, кто уже способен различить между истиной и ложью, хуже тем, кто еще не открыл глаза. Слепота физическая – это страшная беда. В то же время слепота духовная – величайшее несчастье. Из прошлой главы мудрецы нас научили, что все в руках небес, кроме страха перед небесами, и объясняющие эти слова Тора являются слова Раби Акивы, что в этом мире все предрешено, и только способность свободно выбирать между добром и злом оставил нам Создатель. В нашей главе это уже сформулировано в виде заповеди «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Но чтобы сделать свой выбор, нужно сначала разуть глаза. Только тогда мы сможем увидеть, что есть жизнь. Сможем отличить истинную жизнь от иллюзий. Только тогда мы сможем реализовать свой выбор. Ведь не видя альтернативы, нет выбора. Ведь частно нам кажется, что наша жизнь, в которой мы живем, она жизнь. А Тора говорит нам, эта жизнь предрешена, запрограммирована. Она лишена жизненности. Она не живая. Живой, настоящий, только твой выбор между добром и злом, между выполнить и не выполнить волю Бога. Только реализуя этот выбор, ты начинаешь жить. Только выбирая, ты сделаешь свою жизнь живой. И поэтому Тора повелевает, разуй глаза и выбери жизнь. Брахава от слаха нам всем на этом непростом пути и остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...